21 сентября начала свою работу междисциплинарная молодежная научная конференция «Новые подходы в энергетике». В ее открытии принял участие заместитель директора Департамента науки и технологий Алексей Антропов. Энергетика по праву является одной из самых актуальных тем современного развития экономики и общества. Развитие энергоэффективности, ресурсов сбережения, альтернативные подходы в области энергобеспечения являются залогом устойчивого развития страны. Междисциплинарная молодежная научная конференция является уникальной площадкой для молодых ученых, которые имеют здесь возможности ознакомиться с самыми последними достижениями в области энергетики, узнать о современных направлениях ее развития. Также на конференции выступили именитые профессора известных университетов. Каждый из них стремился подчеркнуть свой уникальный вклад в научный форум «Наука будущего, наука молодых», а также открыть студентам Казанского федерального много нового. Я давно сотрудничаю с российскими учеными и могу с уверенностью сказать, что данная конференция открывает новые возможности сотрудничества, в том числе и с учеными Казанского федерального университета. Можно не сомневаться, что Казань — это настоящая жемчужина, и я искренне восхищен не только организацией форума «Наука будущего», но и достижениями Казанского университета. На несколько часов КФУ стал настоящей платформой для обсуждения широкого спектра торслевых проблем. Несмотря на то, что ученые приехали в КФУ совсем недавно, они уже готовы поделиться первыми впечатлениями о форуме и работе старейшего вуза России. И здесь развивается такой комплексный подход, здесь самые разные науки. Я думаю, что действительно, это вот и в дальнейшем он выйдет, ну, по крайней мере, в пятерку, кто уж лучших в стране, он точно входит и будет входить. Стоит отметить, что в программу конференции вошли такие актуальные темы, как химия и биология для энергетики, а также ядерная физика, которая вызвала у студентов КФУ особый интерес. Юные исследователи не упустили возможности посетить занятия, в котором одновременно принимают участие несколько профессоров. Ведь такая возможность выпадает нечасто. Анна Шимуратова, Аделя Мухамедшина, Руслан Урозаев, Универньюс.